Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы сделать небольшой анонс. Анонс одного грядущего события в моей творческой жизни. Этот 2015 год ознаменован для нашей страны очень многими важными музыкальными юбилейными датами. Безусловно, наверное, самое важное из них это 175-летие со дня рождения Чайковского. И, конечно же, очень многие фестивали и самые разнообразные музыкальные события будут посвящены так или иначе этой дате. И, наверное, это будет в том числе и 15-й международный конкурс имени Чайковского. Многие из его организаторов уже говорили о том, что это так или иначе будет связано с этой датой. И, более того, устами многих известных музыкантов и даже политиков этот год уже назван годом Чайковского. Безусловно, это одна из, может быть, самой важной юбилейной даты. Но помимо нее также будут еще несколько важных дат. И одна из них это 100-летие памяти Александра Николаевича Скрябина. Как мы знаем, Скрябин умер в апреле, 27 апреля 1915 года в своей квартире в Москве, который сейчас является Мемориальным музеем Скрябина. И в этом году мы будем отмечать также столетие памяти Скрябина. Силами фортепианного факультета Московской консерватории уже был организован ряд концертов, который прошел в начале февраля. Кажется, в Рахмановском зале Московской консерватории это было. Там были исполнены многие фортепианы сочинения Скрябина замечательными пианистами, в том числе и профессорами консерватории. Ну вот и я, как человек, который увлечен Скрябином буквально с детства, человек в жизни, у которого музыка Скрябина занимает очень большое место, решил не остаться в стороне от этой даты. Я музыкой Скрябина увлекаюсь очень давно. Буквально с 13 лет я открыл для себя этот огромный мир. Был потрясен и влюбился в его музыку, можно так сказать. И с тех пор я мечтал, что когда-нибудь я осуществлю большой концертный проект, возможно, как раз к столетию его памяти. Мечтал о том, что смогу накопить необходимый репертуар для этого, получить залы и возможность сыграть то, что я хочу. И вот этот момент настал. Я приглашаю всех, кто смотрит сейчас этот анонс, разделить со мной эту радость общения с музыкой Скрябиной и почтить его память. Подробнее расскажу об этом проекте. Суть в том, что это будут 10 сонат Скрябина плюс его вортепианный концерт. В самом таком масштабном варианте это будут два вечера, в одном из которых будут сыграны 4 соната и концерт, и в другом будут сыграны остальные 6 сонат. И в этом формате это пройдет в стенах Московской консерватории. В апреле, и один концерт будет в апреле, другой в мае. Но помимо этих концертов, я планирую еще сыграть несколько концертов, посвященных памяти Скрябина. И первый из них будет уже 18 марта в концертном зале Театрально-концертного центра Павла Слободкина, что на Старом Арбате. Начало концерта в 19.00 в 7 часов вечера. Приходите, я там сыграю 4 соната Скрябина в обрамлении музыки Бетховена, Шопена и Листа. Напоминаю, это будет 18 марта. Театрально-концертный центр Павла Слободкина, концертный зал. Начало в 7 часов вечера. Также 21 и 27 марта в 2 вечера я сыграю все 10 его сонат в концертном зале, в новом концертном зале Мемориального музея Скрябина. Конечно, я не смогу там сыграть фортепианный концерт, поскольку зал маленький, рассчитанный на 100 с лишним мест всего лишь. И там, понятное дело, на сцене не поместится оркестр. Но вот я там сыграю все 10 его сонат. И чем могут быть примечательны эти концерты в музее Скрябина, в новом концертном зале, тем, что, может быть, если кто еще не знает, в этом зале есть специальная аппаратура для воспроизведения, для визуализации, для воспроизведения света музыки, для воспроизведения строчки света. Как мы знаем, опыт 60, поэма «Огня» «Прометей», который написан Скрябином для фортепиано с оркестром и хором, содержит специальную партию света. Он выписал отдельной строчкой, сверху всей партитуры, он выписал партию света. Так вот, 5 последнего соната, они уже написаны после «Прометея». Я думаю, что было бы адекватным и очень интересным попробовать их сыграть тоже с партией света. То есть, как бы добавить к собственной музыке еще светомузыку. И также, возможно, будет возможность и остальные сонаты сделать с какой-нибудь визуализацией. Я вот как раз на днях собираюсь связаться с работниками концертного зала, этого нового концертного зала, музея Скрябина, и с его дирекцией, и обсудить все эти возможности. Я надеюсь, что это получится интересно. И приглашаю всех, особенно тех, кто не был еще до сих пор в этом концертном зале. Он открыт год назад, там очень хорошая акустика, и стоит замечательный новый стенвей, рояль. Я приглашаю всех посетить мои концерты. И я надеюсь, что это будет интересно. И послушать, почтить вместе со мной память Скрябина в стенах его музея. Кстати, я думаю, что Скрябин был бы счастлив, если бы он знал, что через сто лет, после того, как он жил в этом месте, и написал свои три последние сонаты в этом доме. Я думаю, что он был бы счастлив, если бы он знал, что по соседству в соседнем доме откроется такой концертный зал, оснащенный такой аппаратурой, которая сможет воплотить его смелые творческие мечты, которые технически было сложно осуществить в то время, но сейчас это действительно намного проще. И я думаю, что Скрябин был бы счастлив, если бы он знал, что такой зал появится. Приглашаю всех туда тоже сходить. Ну и самый важный и самый значимый для меня концерт из всего этого проекта состоится 5 апреля. Это будет дневной концерт в 2 часа дня, в воскресенье, 5 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Для меня это один из таких самых моих любимых залов, в котором я никогда не волновался, всегда чувствовал только вдохновение. И, кстати, в этом зале прозвучало наибольшее количество премьер самых значимых сочинений Скрябина. И я приглашаю всех прийти 5 апреля в 2 часа дня, в воскресенье в Большой зал консерватории и вместе со мной почтить его память и разделить со мной любовь к музыке Скрябина, насладиться его творчеством. Это будет первый концерт цикла из двух вечеров, где будут исполнить все 10 сонат и концерт. И в Большом зале прозвучат в первом отделении 4 его сонаты, это будет 2-я соната, 8-я, 9-я, это будет 5-я соната. И во втором отделении вместе с Оркестром Московской консерватории под управлением Анатолия Абрамовича Левина мы сыграем фортепианный концерт Скрябина. Еще раз всех приглашаю прийти в Большой зал, это будет наиболее значимый и важный для меня концерт, центральный, наверное, концерт, оставшейся части концертного сезона моего. И второй концерт этого цикла пройдет в Рахмайновском зале Московской консерватории 21 мая уже. Это будет вечерний концерт, начало 19.00, там я сыграю 6 остальных сонат Скрябина. Помимо этих московских концертов, я ожидаю еще ответа из Санкт-Петербурга и Минска, где я также, пока не знаю в каком формате, может быть, это также будут все 10 сонат и концерт, или это просто будут избранные сонаты. Также я планирую включить эти города в этот мой проект, глобальный, посвященный столетию памяти Скрябина. Еще раз приглашаю всех разделить со мной радость от общения с музыкой Скрябина. Напомню, значит, это будет 18 марта, концертный зал Центра Павла Слободкина, 21 и 28 марта концертный зал, большой концертный зал, это так сейчас называется, Мемориального музея Скрябина в Москве. И особенно всех жду в Большом зале Московской Консерватории 5 апреля и в Рахмановском зале Московской Консерватории 21 мая. Приходите и вместе почтим память великолепную.